продолжаем постройку нашего аппарата так давайте начнем со сцепления что здесь переделал у меня пружинки были натянуты вот сюда вниз и получилось когда я собрал тот цепляла все теперь я сделал вот как приварил вот эту ухо пружинки теперь натягивается там их вдвоем не могли натянуть теперь их могу натянуть без проблем один и сюда даже можно поставить пройдет вот такая вот толстая от классики жить по моему от девятки также вот что я сделал срезал сейчас болгаркой вот эту вот часть от ступицы для того чтобы сделать центровку все вот у нас теперь есть здесь бортик у также сделал маленький бортик так здесь у нас остается подшипник подшипник это мы можем использовать сейчас его так все скручу мне прям интересным покручу будет ли вилять или нет подшипник можем использовать его оставить как дополнительную опору после коленвала сделать какую-то боему и будет дополнительная опора у меня вот тут самое интересное то вот что сейчас я соберу в на мотор поставлю вот пройдет ли по прямой если пройдет то вообще ничего нам не надо просто будет один вал если нет то придется мудрить какую-то крестовину тут у нас резьба и там резьба сейчас надо на 12 сквозняком просверлить отверстие тогда уже вывод полуось она притянется к ступице пока не затянуты видно что виляет решили попробовать не разбирай корольки сейчас просверлю взял плохой сателлит и от сцепления вот эту часть шлицы там разные теперь нам надо соединить две штуки и сделал такую муфту чтобы установить мотор здесь болтается это обычный сцепление центровать все еще намотаю изоленты просто потом точками приварю и отцентрую кстати мужики по поводу коробки даже не думайте бредятину повторять пожалел если честно вот все сейчас варим и будем устанавливать двигатель залепился здесь холодной сваркой кстати если и уметь пользоваться можно любые дыры заделывать даже вот такие вот в блок чугунных ребят все вот он самодельный втулка муфта так здесь вот что сейчас я разобрал просто ну сейчас на данный момент 15 минут назад где-то вышел ролик про автоматическое сцепление много уже написали что он стоит не в ту сторону не стал я испытывать ничего сейчас взял все полностью разбираю эти пластины срезая и переворачиваю купил тросик газа от волги он двухметровый как раз здесь появляем газульку сделаем установим мотор упрямую в стенку только надо переть так чтобы он колесами не цеплял через какую-то проставку и попробуем там на 1 на 2 посмотрим побуксуем посмотрим как работает у нас сцепление вымерили мотор у нас получился даже вот практически посередине моста очень низко это очень хорошо будет сказываться на устойчивости самого аппарата все ставим движок сюда вот надо конечно сейчас вот думаю муфту какую-то резиновую но пока нету так попробуем нам самое главное сейчас упереть его куда-нибудь в стену и посмотреть побуксовать как у нас будет работать сцепление все моторы закрутили но вроде как все ровно так вперед назад третье все все вот это затягиваем мы сейчас будем пробовать но перед этим я посидел почитал сейчас комментарии про сцепление что один человек написал то есть вот здесь у меня ступица ну так как там смазка по-любому она крутится потому что будет ввести вот этот диск а вот если убрать ту ступицу потому что здесь у нас получается опорный подшипник мы можем сделать все ступицу вообще можем девятую выкинуть она нам не нужна то есть здесь жестко мотор жестко и уже у нас с мотором связано ступицы ничего не будет вести не будет то есть мы завели он прогревается когда даем газу они расширяются и входят зацепление вот этот барабан правильно все подсказал но сначала так попробуем я тоже вот думал что будет постоянно крутиться вести сцепление хотя если ручку чуть будешь натягивать уже шестеренки будут входить по идее он должен останавливаться чудо не натворит нам еще а сейчас первая передача вот включаем нейтралку и пусть открутится смотришь ну останавливается сейчас по себе раскрутится очки не а и а вот сейчас и 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 Устанавливаем Так, Паш, давай такой убрём Всё, руль держи Давай на второй попробуем Приварили вот такие вот гаечки замес груза Подключен 19, сейчас попробуем, будет ли разница Подключен 19, сейчас Приварили Взбиваем Взбиваем Снегрев Взбиваем 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 Продолжение следует... Поставили сиденье, ребята, ну прикольно он смотрится, да, низенький, маленький. Сейчас вот смотрю, что-то на него, он похож, ну, как-то на какой-то большой картинг, но он уже полноприводный получается картинг. Потому что также там стоит автоматическое сцепление, ток, нет коробки, здесь с коробкой. Если поставили педаль газа, сделали, надо обязательно педаль тормоза, и вот сюда вот надо вывести ключ. Потому что если вдруг что-то, или заклинит газ, или что-то будет, то мы его вообще не остановим. Вот это вот все доделаем, потом сделаем выезд. А так вообще, если использовать, например, его для чистки снега и просто для покатушек, одной коробки этой достаточно. А вот если его использовать для каких-то целей, например, тут будет стоять полноценная гидравлика, например, повесить туда, ну, грубо говоря, там шнек какой-нибудь, чистить снег, отвалотбор мощности с помощью гидравлики или какой-нибудь косу, то уже обязательно надо устанавливать вторую коробку. Она нам занизит вообще по максималке, он будет еле ехать, и мы сможем на нем тогда выполнять вообще все, что захотим. Ребята, а на сегодня все. Пишите свое мнение в комментариях, что вы думаете по данному аппарату. Всем удачи, всем пока.